Благотворительный фонд наследия Вятки представляет Мир Христов сеется в душе Словом Божиим, зарождается от возделывания сердечной нивы заповедями Христовыми, питается этим подвигом, возрастает от него. 15 февраля Православная Церковь совершает празднование Сретения Господни. Славянское слово Сретения означает встреча. С 2012 года по благословению Святейшего Патриарха Алексея II праздник Сретения Господни в России стали отмечать как День Православной Молодежи. А какова же сегодня жизнь православной молодежи? Мы попытаемся узнать это на примере клуба, храма святых мучениц, веры, надежды и любови и матери их Софии города Кирм. Здравствуйте! Вот это помещение воскресной школы храма веры, надежды и матери их Софии, где и проходят наши молодежные встречи, нашего молодежного клуба. Отец Александр, ребята, расскажите, что же представляет из себя православный молодежный клуб? Дело в том, что само понятие православный молодежный клуб не всем корректное, ведь молодежный клуб может преследовать разные цели, и можно православным и заниматься спортом, можно православным заниматься музыкой, можно православным, не знаю, заниматься какими-нибудь ремеслами. И все это можно объединить под этой эгидой православный клуб. А в нашем храме основной упор сделан на то, что мы здесь изучаем Слово Божие. Потому что без знания Евангелия, без осознанного следования заветам Христа, жизнь христианина настоящая просто невозможна. И поэтому наш клуб при храме своей главной задачей ставит изучение Священного Писания. В жизни христианина самое главное – это участие в богообщении, участие в богослужении. И если человек, изучая Священное Писание, не приходит потом на литургию, не пресечает Святых Христовых Тайн, не становится верным христианином, то никакого смысла в этом изучении Писания нет. Правильной дорогой можно идти, тогда когда знаешь путь. Вот здесь мы эту дорогу себе прокладываем. Самым идейным вдохновителем возникновения молодежного клуба в нашем храме была Аня, которая и сейчас является этим же самым идейным вдохновителем и тем самым моторчиком, который периодически двигает наш клуб. Просто она болеет душой за этот клуб. Можно в прямом смысле сказать, что это ее детище. Потому что взять на себя ответственность такую, причем это должность абсолютно волонтерская, то есть человек хотел, чтобы в нашем храме собиралась молодежь, и она свою добилась. 27 сентября 2015 года первый раз пришло собрание клуба. В день крестовозвижения у нас состоялась первая встреча, открытие молодежного клуба. На открытии у нас было человек, наверное, 15-20. Посидели, чай попили, пообщались, познакомились. Сначала количество приходящих людей было крайне невелико. 4-5 человек. До 10 это самое большое. Но мы начали как-то развиваться. Люди стали интересоваться. Кто-то рассказывал другим, кто-то из соцсетей узнавал. У нас есть страничка ВКонтакте. И теперь на наше собрание, мы собираемся именно по пятницам, приходит не менее 30 человек. Когда и больше. Как раз начинается молодежь, считается 15-25 лет. И вот наш молодежный клуб как раз состоит из таких ребят. У нас ребята и старшие школьники, и студенты, и те, кто уже работающие в молодежи. Так что обвиняют разные возрастаты. С декабря у нас наконец образовался молодежный хор, который ведет певчая наша храма в Поросковье. У нас ребята учат молебен с аккафистом веры и надежды и любови, Матери Истофии. А у нас в пятницу в вечерней службе как раз поется молебен с аккафистом этим святым. Дело просто в том, что вот эти навыки, которые приобретаются на хоре молодежном, позволят участвовать в богослужении. Не просто как прихожанин, а как уже певчий, например. И это очень важно, это только укрепит веру и сплотит наш коллектив. И наш молодежный хор уже является на самом деле хором, потому что даже участвовал в конкурсе «Калятка-2017». Я считаю, очень красиво спели калятку рождественскую и отослали на конкурс. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда попал, можно сказать, случайно. Мы переехали с супругой недалеко на районе жить, и я пришел в храм. Объявление увидел случайно, и на тот момент как раз я уже был обвенчан, был крещен, но читать, углубляться, начал относительно недавно. И, естественно, стали появляться какие-то вопросы, на которые я не мог найти ответы. И даже где-то в толкованиях все равно где-то было что-то непонятное, и что-то просто не знал. И придя сюда на первое занятие, было очень интересно в плане того, что многие мелочи, нюансы, которые просто не найдешь нигде в литературе, в какой-то еще что-то, но которые имеют какую-то решающую роль, их здесь доносят. И не просто как вот в школе, когда один стоит, а все остальные сидят и слушают. То есть это делается именно в виде дискуссии, какой-то диалога. И когда, то есть, в принципе, каждый высказывает свое мнение, как он что понял, и где что, кто не прав. То есть, в принципе, потом уже по толкованиям судим, кто был в чем-то прав, кто нет. Христианская любовь, она дающая, должна быть объединяющая. А когда ты сидишь один дома и замыкаешься в себе, это не совсем неправильно. Чтобы люди понимали, что мы не ходим, грубо говоря, как свидетели вековы, да, в квартире, ходят еще что-то, да? То есть мы не навязываем никому, да? Иисус сказал, что я приду и постучу к вам в дверь, а вы захотите, отстроитесь, захотите, нет? Ну, вольный пересказ. Надо искоренить в обществе вот этот стереотип именно такого сектанства и показать, что, в принципе, православие – это часть русской традиции, ну, русской культуры в целом. И что это не что-то чуждое нам, а то, с чем мы должны связывать свою жизнь. И то, чем жили наши предки. Секта ведь, она прообещает человека. Он перестает функционировать как личность и начинает выглавить волю лидеров этой секты. Православная вера, она также Господь никогда в воле человека не ущемляет. Никогда. Мы остаемся точно такими жизнями, какими мы были до. Мы просто познали Бога. Мы не меняем свой сленг, мы не меняем свой опыт жизни повседневного, мы не отказываем от своих друзей. Мы живем точно такой жизнью, просто мы познали Бога. Чтобы ты не только там, в жизни вечной, а чтобы ты уже здесь с Богом встретился, чтобы ты уже здесь стал причастником божественностиства, чтобы ты здесь ощутил Царство Божие, чтобы уже здесь мы могли реально встретиться с Христом. И плод этой встречи – это любовь, которая нас объединяет между собой и делает действительно общину. А проявляется любовь и радость? Да. А проявляется она всегда. Вот даже в святых отцов, как у всех сказано, должна быть радость к обуви святому. Когда человек чувствует мир, любовь в своем сердце. Вот ко всем окружающим, к своим близким. Разбойник в те времена – это обязательно душу. Это фактически всегда уберется. Понимаете, и Господь в его покаянии, в правильном сразу же зачет и первым в его царственном университете. Так вот, когда рядом с вами встанет человек, которого мы знали раньше, как грешника, причем такого, как грешники, вспоминая, что грешники, они не те же люди, как и мы. И Господь, это Отец наш, Он всегда нас ждет, как Отец другого сына ждет. Никогда Он от нас не отвернулся, не всегда у нас принято, что мы не говорили. И эти потом будут всегда. Как писал апостол Павел, если я любви не имею, я медь звенящая, кинвал звучащий. Именно любовь является тем истинным проявлением Бога, которое пронизывает все окружающее нас пространство. И мы должны это чувствовать, радоваться и нести эту радость другим. И деятельность клуба, она ведь не ограничивается только изучением священного писания. Начинают алтарничать, и ребята, как вы видите, у нас юноши и девушки есть. Уже есть люди, которые начали дружить. И я думаю, что не за горами то время, когда у нас будут свадьбы, все равно. Время придет. И это тоже хорошо. Люди, которые оба уже воцерковленные, когда создают семью, это фактически создают сразу же малая церковь. То есть не надо одному вести к вере другого, как сказано в Писании, что муж неверующий, верующий жжной спасается. Здесь, когда оба уже знают Писание, оба уже являются прихожанами. У кого-то уже есть дети, кто-то помоложе будет потом отцом или мамой. И своих детей они тоже будут учить. Обязательно будут учить тому, что познали сами. Мы все являемся членами одного прихода. Мы все являемся членами церкви. И именно в этом раскрывается полнота христианской веры. И обязательно человек, который называет себя православным, должен потом прийти на службу. Человек – это будет вот эта вот печенюшечка. Человек какими-то свойствами обладает. Он имеет тело, душу и дух. И вот возьму чашечку. И образно представим, что это евхаристическая чаша, с помощью которой во время Таинства Евхаристии мы соединяемся с Христом. Вот эта печенюшечка, то есть человечек, который на молодежном клубе изучает Священное Писание, изучает толкование Священного Писания, если она не придет в храм, не соединится на Таинстве Евхаристии со Христом, то изучение Священного Писания на молодежном клубе будет немножечко бесцельным. Оно не будет иметь своей конечной цели и полноты. Изучение Писания – это не самое главное. Вот самое главное. Отец Александр, ребята, спаси вас Господи за очень познавательную беседу. За вечер, который мы с вами вместе провели. В праздник Сретения Господней будем просить Бога о том, чтобы всякий раз, приходя в храм на богослужение и причащая святых христовых тайн, это таинство становилось для нас действительной встречей со Христом, который наполняет нас своим живоносным присутствием, который подлинно соединяет нас со Христом и объединяет друг с другом. Всех поздравляю вас с праздником Сретения Господня, с Днем Православной Молодежи. Храни вас всех, Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»